Привет, зритель! Хочешь узнать, что в России продают под видом элитной мати, церемониальной японской и элитной китайской? Смотри этот ролик, это будет пополнение плейлиста чаще, а также травы и цветы, потому что хоть это и блеклая параша, но все же это чай. Очень дешевый, молотый, можно сказать, очень дешевый порошок зеленого китайского и японского чая, а также чая неизвестного происхождения. Вот этот чай, я его не обозревала, мне было лень, я скинула фотку в Инстаграм и в Телегу, Телега теперь открыта, если ты хочешь, заходи, подписывайся и не пропускай ни одного поста, либо просто читай и как бы можешь вообще сидеть, хоть с браузера, хоть с телефона, хоть с чего, хоть с юга. Цены на них как бы приличные, но я умудрилась купить по распродаже. Вот смотри. Да, я хотела сначала снять за столом, но как-то у меня не получается. Да и потом все эти 7 пиалочек за одним столом не влезут, так вот, чтобы конкретно ровно, это не та дегустация короба, где 4 вида было. Вот, но здесь хотя бы все честно видно через пакетик прозрачный, что это такое, что тебя ждет. По вкусу, честно сказать, ну, так себе, большая часть вообще безвкусная, я думаю, та безвкусная часть, ее, наверное, вкусно с молоком, там будет хоть какой-то вкус. Какая-то часть очень легко горчит, если с молоком смешать, то тоже примерно тот же вкус. Если тебе интересны первые мои мысли и вопли, то иди в Телегу и в Инстаграм, там где-то я дублировала посты, где-то просто вот постила сразу. И, наверное, сейчас просто на руке-то покажу. Близи, потому что, ну, все, оно как бы в один кадр не лезет. Ну, или смотри, вот это вот мать-тя вот отсюда. Вот это вот мать-тя вот здесь. Вот эту я пробовала первую, она вообще безвкусная. Мне на Вайтбрис, конечно, уже большая часть, ну, я почти на все остальные отзывы, большая часть производителей, продавцов ответила. И, конечно же, они стали оправдываться. Да-да, это элитная мать-тя, просто вы ее неправильно завариваете. В общем, если вот эту взбивать венчиком, то она сразу будет другого цвета, вас взбодрит и вообще станет элитной. Она, кстати, японская. Японцы, вы что, совсем не уважаете своих соседей в Рашке? Японская мать-тя. В Японии сделанная. Кто вообще в Японии пьет вот это вот, ну, люди, живущие в Японии? Может, есть там кто, смотрящий меня, живущий в Японии, бывший в Японии или в Китае? Вот это вообще где? Почем оно стоит? Хотя, мне кажется, такие копейки стоят в Японии и в Китае, и пьют, наверное, от безысходности, лишь бы что-то выпить. Вот чисто пьется оно хорошо, вот когда хочется просто по умолчанию что-то оттерябнуть, когда ты что-то делаешь, за компьютером монтируешь, тапишь, без разницы. Еще вот так вот фоном что-то делаешь, точнее фоном отопьешь, оно как бы пьется. От безысходности оно пьется. Вот это идет как кулинарная мать-тя. Порошок, тут видно на фотке, что он блеклый. Честный производитель, блеклый порошок. Но он ничем по цвету практически не отличается от всей этой блеклой, хочется сказать, биомассы. Блеклой чайной массы. Тут, кстати, есть порошок, чуть-чуть разный по цене. Два пакетика от одного производителя. У меня обеянка. Матча, да, и еще, ну как бы, что ожидать от мати, когда на ней написано матча. Японская матча, китайская матча. Естественно, от мати мы ожидаем именно вот такой вот цвет. А от мати мы ожидаем, ну, иппадовский цвет такой мати. Даже обычная супермаркета, которую пьют обычные японцы, она как бы тоже более зеленая. Ну, и, конечно же, на фотках, что на Вайтбридж, что на Озон, что в других интернет-магазинах, вот эти вот, даже в магазинах вот этих фирм, на картинках идет та самая зеленая ипадовская матча. Точнее, та самая нормальная матча. Тот самый цвет мати. Но почему-то, когда открываешь пакетик, ожидание и реальность. Ну, ты уже понял, откуда какая, да? Я думаю, можно собрать все вместе, чтобы уж не снимать на руке. Рука, возможно, будет трястись. Как бы, ну, ты меня знаешь, у меня может рука трястись. А если вдруг не знаешь, вдруг тебя поболит, что у меня рука трясется. Просто поближе, сейчас это все поставлю. Даже наклоню немножко штатив. Какие-то были по 143, какие-то по 159 я покупала. Вот самые выгодные, дешевые и честные. 212 шори рублей за 200 грамм. Китайская матча. Ну, производство в Китае все. Вот китайский зеленый чай. Даже написано тут. Зеленый чай матча. Я не могу это говорить. Я как бы называю это матча. Мой обзор с Вайдбери, со шмоточками, кошачьим наполнителем, жалобами на беспредел от Сбербанка, относительно моей социальной карты. И чай, можешь глянуть. Там вот как раз я обозреваю большую часть из этого чая. Как раз 6 штук, кроме вот этого вот. Он, скорее всего, этот обзор находится в плейлисте о продуктах и бытовухе, или о идее бытовухе. Что-то в этом роде, честно, не помню название. Худем вкусно. Да, вот у всей этой моти действительно есть эффект такой. Вот ты дерябнешь. Я 6 штук за день дерябнула. Какую-то из них действительно с молоком. Какую-то тоже с молоком. 2 с молоком, 4 так. А потом, привет, белый друг. Знаете, эффект такой от летящей ласточки чая. Может, когда-нибудь слышали такое название. Ну, легендарная такая летящая ласточка. Никогда, кстати, не пила. Но знаешь, что в составе находится пуэр. Примерно тот же эффект, как от пуэра. Если ваш организм не сильно заслакован, то от пуэра такой вот сразу эффект идёт. Интересный. Но она не бодрит. Они сказали, чайную ложку на 50 миллилитров взбить венчиком или кипятком залить, и будет тебе счастье, тебя взбодрит. Куйтя меня взбодрит. По типу куйти. Но тут не куйтя нифига, это вообще не пойми чего. И вот я делала этот самый 50 миллилитров целую чайную ложку. И нифига она меня не взбодрила. Но, сам прикол, она такая экономичная. Она выдерживает 2 заварки минимум. Некоторые даже 3 заварки. Ну, и, значит, вот эту фигню заливаете 100-градусным кипятком. Можете и 80-градусным. Но 80-градусным надо заливать ту матью, которая действительно не мать, а не вот эта вот, не пойми чего. Заливаете, короче, кипящей водой. Приятель мне говорил, что в Японии так и делают во всяких забегаловках. Стоит в бесплатном доступе эта матья. Берёшь сколько хочешь, наливает кипяточку, сколько приспичит. Размешиваешь ловочки, можешь даже не мешать. Заливаешь и сразу, вот я проверяла на его японской матье. Даже на харай, на мукаси. И на ещё какой-то там мукаси. Короче, на обеих ипадовских матьей. Одна покрепче, другая чуть послабже. И на обычной дешёвой из японского магазина для обычных японцев. Обычную, каждодневную, на каждый день пить. И я мочу цветом. Она всё-таки, ну, она может чуть-чуть более блеклая, чем, допустим, ипадовская матья. Но она не такая блеклая, не такого цвета. Не такого бледно-болотного цвета. Бледно-зелёно-болотного цвета, как вот это вот счастье. Короче, вот это вот не бодрит. Нифига. И что я говорила, что заливаешь там кипятком. Да, вот заливаешь её кипятком. Её не надо размешивать, она уже как бы даёт эту пенку. А вот эту тоже, в принципе, некоторую из них залить горячим, кипящим. Ну, не то, что кипящим, уже с кипевшим кипятком, да. С кипевшей водой горячей. Какая-то из них давала действительно небольшую пенку. Можно ложечкой перемешать со всем бодпенком. Оно не растворяется. Я мешала бамбуковой ложечкой китайской с Алиэкспресс, которая, ну, хреново так сделана, что она уже слегка почти сломалась. Ну, ещё чуть-чуть, и вот тут, наверное, там, возможно, уже пойдёт такой слом. Короче, вот мешала бамбуковой ложечкой. Это счастье. Оно как бы размешивалось, но осадочек оставалось. И один из производителей ответил мне, вот знаете, она была от разного помола. Я думаю, да, грубого и мелкого. Конечно. Она вся от одного помола. И разное качество лист. Ну, понятно, что разного качества лист. Что за качество листа должно быть, чтобы вот это вот было вот здесь. Кстати, фотки, как выглядит эта матья в разведённом виде, можете их глянуть также в Инстаграм или в телеге, или и там, и там. Я даже отзывы с фотками делала для Вайтберриса, и те фотки, в принципе, потом выкладывала в Инстаграм, либо в телегу. День и ночь такая блеклая жидкость, примерно такого же цвета. В общем, чего только производитель не говорит, лишь бы оправдать себя. Главное, вот это элитная матья. Церемониальная элитная матья. Ну, вот здесь-то она интересного цвета. А тут-то она, как бы, вот это может чуть-чуть отличаться от всех их. Но я уже тут как бы всё перемешала. Чё, где, если внимательно смотрели видео, то вспомните, чё, куда. При монтаже, наверное, тоже пойму. Ну, так вот, те два, какая-то из них вполне вменяемая матья, а какая-то вот, как не пойми чего. Хотя они, в принципе, по цвету одинаковые от одного производителя. Цена у них примерно одинаковая. Самое интересное, что потом, вот это вот, в счастье, сейчас стоит тысячу на Вайтберрис. Я её около двухсот рублей покупала. И двухсот рублей как раз вот эта красная цена. Вообще, красная цена, мне кажется, рублей сто. Сто рублей за сто грамм, если не дешевле. И вот это счастье. Сейчас идёт как элитная матья за тысячу рублей, за сто грамм. А на деле, ну, ты видишь, что это. Я думаю, это можно вообще всё смешать тут. Завтра я это с утреца, как празднусь, заварю. Дерябну. Может, в Инстаграм запащу. А может, даже напишу. Прикиньте, люди, я смешала 7 разных сортов элитной, китайской, церемониальной, японской. Ну, как они считают. Мати ещё какой-то там неизвестной. И меня внезапно взбодрило. Матя из ролика. Я думаю, ну, можно в продукт какой-нибудь там, в пищу добавлять. Будете десертик какой-нибудь делать. Так вот, для рисуночка, для цвета. Можете... Вот я на неё смотрю, одинаковый порошок вообще одного цвета всё. Всё одного цвета. Может быть, только с этой стороны чуть темнее. Да, кстати, снимаю я при свете фонарей, лампочек, всех пяти с потолка. Камера передаёт именно так, как оно есть. Можете там в косметику, там, мыло домашнее сделать. Засунуть туда мыло из основы, как краситель, как маску там для лица. Но всё, вот там какие-то оксиданты есть. Вот это всё есть. Да-да-да. Вас пронесёт, если вы выпьете пару чашек вот этого счастья. Если с молоком выпьете, пронесёт вас ещё быстрее. Я уже на прямой текст перешла. Но, знаете, это вообще, по-моему, издевательство над чайманами. Неуважение покупателя. Выдавать одно за другое. И пытаться втюхать это по большим деньгам. Если вам очень хочется мать, но границы Японии всё ещё закрыты. И никто вам не хочет это послать. Или нет возможности где-то купить. Или в Китае там. Я надеюсь, что в Китае всё-таки может быть меняемая мать. Всё-таки оттуда порошок зелёного чая прошёл в Японию. То дождитесь скидок на Вайтберрис. На Озон вот это же счастье, даже по скидкам, даже вот это вот счастье, даже по скидкам, оно всегда дороже. Вот оно за 200 с чем-то шло, когда я покупала за 195, что ли, на Вайтберрис. Смотрите на Вайтберрис, когда скидки. Скидки бывают часто. И вот ищите этот чай по скидкам. Без разницы, какой из этой линейки. Я не брала ещё какие-то, вот набирала, выбирала по отзывам, смотрела то, что некоторые, я не знаю, как они снимают, обрабатывают, что ли. Может, им производитель переплачивает, чтобы они отзывы писали, что это да-да, она выглядит как моча. Вот именно, выглядит как моча. Выглядит как моча из того же Иппада. Откройте магазин в России, интернетный хотя бы. Я у вас что-нибудь закажу. Потрачусь на вас. Вам будет счастье и мне хорошо. Короче говоря, вряд ли они это узнают. Что тут есть какой-то русский человек в России, желающий вот этой нормальной мати. Ищите. Вот всё вот эти вот, ну, как бы, дают. Желаемое за действительное. Действительное за желаемое. Не знаю, как. Ежа за ужа. Без разницы, какой производитель. Кстати, тот же какой-то там якобы японский. Взяли мешок в Японии, мати привезли в Россию, распасовали и сказали, сделано в Японии. Оригами ти, кажется. Мне подписчик присылал как-то. Я не помню, но, по-моему, она, может быть, она чуть-чуть потемнее, чем это. Но по большей части всё, что там в отзывах идёт, тот же оригами ти. Мута ещё какое-то есть. Вот мне что-то от мута попадалось вообще-то много. Но фирма на неё плохие отзывы. Ну, и мать у неё там такая же. Короче, от любой фирмы в России. Без разницы, какой, выбирайте самую дешёвую матью. Эффект будет точно такой же, как если вы купите в 4 раза дороже ту же самую супер дорогую матью. Она вам будет казаться, что написала, что это здесь вот так. Японский измельчённый чай. Мне ещё в одном месте написали, что исключительно с молоком матью надо пить. Вы шо, вы не понимаете? Исключительно с молоком. Никто вот без молока никогда не пил, а с молоком только пьют. Что тут ещё у нас? Где ж тут написано там было? Это-то вообще безнезазветное. Мне так ещё прикололо, что кулинарная матья. Я в каком-то отзыве написала, по-моему, как раз на этот чай, что кулинарная матья. На самом деле, что любую матью можно, как бы матью по умолчанию, можно не только в чай заварить, но можно и в кулинарию добавить, в какой-нибудь там десертик. Я просто в Инстаграм периодически ловлю вот эти все японские постики. Там есть матьяко-тя. И просто матьяко. И вот там очень много всяких рецептов, куда кладётся эта матья. И, ну, там день и ночь. Здесь у нас просто зелёный чай матья. Где-то тут было написано, что это дохрена элитный чай. Помимо вот этого шести. Японский зелёный порошковый чай матья. Почему-то все уверены, что только ленчиком можно добиться этой пенки. Японский чай матья. Здесь-то оно ничего не написано, но вот когда ты покупаешь это на Вайберис, везде практически написано церемониальный, элитный японский чай матья. Мне вообще такое ощущение, что тут дикая просрочка, потому что когда мне товарищ присылал чай, и там вот у меня ещё пакетик есть, там немножко матьи, и как бы там написан срок годности. Тут у нас срок годности до 10 сентября 2020 года. Просрочку продают. Не, конечно, может придраться, что, конечно же, из-за того, что она просрочка, она потемнела, нифига подобного. Вот у меня там стоит на полгода просроченный японский чай матья. И она как была одного цвета, так и осталась. Всем спасибо, кто осилил мои разглагольствования. И всем хорошего чая. Пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok